Патрульная машина выезжает в рейд по городским улицам. Цель – поиск бездомных. Ехать далеко не пришлось. На улице Войкова, прямо на зеленой зоне, два человека – мужчина и женщина. Курят, выглядят неопрятно. Сразу становится понятно – бомжи. Вы откуда? Кто такие? Документы имеют? Документов у этих людей не оказалось. Парочку грузят в патрульную машину, везут в отделение полиции. Там, на улице, в беседке еще с десяток таких же. Без документов и определенного места жительства. Одни скрывают лица, стесняясь своего положения. Другим, похоже, все равно. Третьи с грустью вспоминают свое прошлое. У каждого своя история, как, например, у этого поэта из культурной столицы. Закаты солнца, пауза дождя – все это есть во мне, во всей вселенной. Вопрос лишь том, оселит ли душа нести все это, свершится ли земли покой. 95-й Москва. Полицейские работают отдельно с каждым таким человеком. Выясняют, как он оказался на улице, есть ли прописка, жилье. В особом помещении вырывают. Прописки нету, да, у вас? Нет. Все данные фиксируют, вносят в базу. Обязательно снимают отпечатки пальцев, попутно проверяя, находится ли человек, например, в розыске или совершил какое-то преступление. Чаще бомжи оказываются простыми алкоголиками. Для других бродяжничество – это своего рода философия и стиль жизни. За тот год меня шесть раз. Ничего. И все равно возвращаешься, да? Конечно. После сбора данных наших героев отвозят на дезинфекцию. Там их приводят в порядок. Моют, обрабатывают от педикулеза, потом направляют в туб-диспансер. Лица без определенного места жительства у нас подлежат обязательному флюорографическому обследованию. При выявлении изменений в легких мы потом их направляем либо в общую лечебную сеть для исключения неспецифической патологии. При подтверждении диагноза туберкулез, конечно, они получают лечение у нас в стационарных условиях. Местных жителей алкоголиков направляют в наркодиспансер. Там они проведут 21 день. Есть и более расширенные полугодовые программы реабилитации от зависимости. Было бы желание со стороны такой категории лить. Еще один способ вернуться к нормальной жизни – центр социальной реабилитации. Там в Обжине просто живут, но и работают. Вообще, благодаря взаимодействию Управления по профилактической работе с населением, полицией и казаков, многих удалось вытащить со дна. Было бы желание, а на помощь рассчитывать можно всегда. У меня сегодня есть конкретные примеры, когда такие люди возвращались к жизни, и мы помогали им в этом. Вот в частности, могу сказать, что заканчивается сейчас строительство детского сада в Вардане и школы. Там непосредственно, в общем-то, вот эти лица из числа этой категории принимали, те, которые хотели, активно работали все лето и принимали участие. Мы как реагируем на звонки граждан, так и сами смотрим информацию где-то в интернете. Вот вчера буквально на днях была получена информация о заброшенном строении на улице Донской. Вчера оттуда вывезли публику в количестве пяти человек. Что касается бродяг без местной прописки, их отправляют в Туапсе. Там их также стригут, бреют, дают кровь, еду, восстанавливают документы, пробуют найти родственников. Только с начала лета помощь была оказана 80 бездомным. И эта цифра растет с каждым днем. Рината Шипулина, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.